Главное управление МЧС России Пахмао-Югре проводит в Пытьяхе тренировочные пожарно-тактические учения с привлечением сил и средств нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона. По легенде, ЧП происходит на нефтебазе. Здесь якобы загорелся один из 14 резервуаров, в котором находилось дизельное топливо. Так как данные учения тренировочные, здесь как раз и выбираем наихудший сценарий и предусматриваем возможное развитие событий. Первоначальная ситуация, молниегрозовой разряд в резервуар номер 11, разрушение топлива, розлив, имеющийся в этом 11 резервуаре, то есть все розлито в каре с дальнейшим возгоранием. По ходу проведения учений, то есть по ходу действий личного состава, произошло вскипание и взрыв резервуара номер 10. Пожарные работают в огнеупорных костюмах. Для ликвидации условного пламени используется пена. Она перекрывает огню доступ к кислороду, не позволяя распространяться. Боевыми действиями по тушению пожара управляет временно сформированный штаб. Прибывшие на место ЧП медики оказали помощь двум условно пострадавшим огнеборцам. В то же время другие спасатели продолжают локализовывать, а потом и ликвидировать условный пожар. По силам и средствам в операции задействовано 6 автоцистерн, одна автолестница, один штабной автомобиль и более 50 сотрудников МЧС из Пытьяха, Нефтьюганска и Усть-Югана. Работу им сильно осложняют жаркие погодные условия. Столбик термометра стремится к плюс 30. На данном участке боевых действий мы проводили охлаждение РВСов, негорящих, и розлив нефти, где был розлив легко воспринимающих жидкостей. То есть делали пенную подушку. Это сложный пожар, если бы он был на самом деле. Для этого мы и тренируемся, чтобы взаимодействие служб разных отработать. Нефтебаза – это место повышенной опасности. В 14 резервуарах хранится дизельное топливо и бензин. Три самых больших РВС вмещают по 2000 кубических метров нефтепродуктов. С учетом таких объемов вопрос принимаемых мер безопасности становится наиважнейшим. Меры безопасности у нас оборудованы пошкольцо сухого, два насоса, два пожарных резервуара по 400 кубов воды. Используются при включении, подается по периметру вода, охлаждаются пожарные РВСы и пеногостители внутри. Естественно, дальнейшая работа с пожарными командами, которые расчеты, которые подъедут. То есть мы своими силами, своими дружинами, так будем говорить, можем осуществить охлаждение РВСов, пока подъедет нам помощь. Сотрудники пожарных подразделений с поставленной задачей справились. Организаторы тренировочных учений вынесли им оценку удовлетворительно. Далее личный состав нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона перебрался в 84-ю пожарную часть, где все завершилось разбором ошибок.